Господин Пингус, конечно, начнем с того, как весь мир наблюдал за европейским турне президента Украины. Франция, Италия, Германия, Соединенное Королевство. То есть масштабный был такой визит в Европу. Помню, как в начале войны президент говорил о том, что не собирается покидать свою воюющую страну до момента, пока не будет уверен, что вернется из этой поездки не с пустыми руками. И вот теперь, естественно, главной темой перед контрнаступлением масштабным вооруженных сил Украины, главной темой поездки была, конечно же, поставка вооружения от союзников. Вообще, какие результаты, на что вы обратили внимание, если вот ваше впечатление от этой поездки президента Украины? Я, во-первых, в восторге от того, что произошло вот в эти дни с последним туром президента Зеленского в Европу. И я вот на моей памяти, каждый его визит в Европу с первого дня войны, с 24 февраля прошлого года, каждый раз успех его визитов в европейские страны был очевиден. И вот сегодняшний визит его европейских стран, ключевых стран, которые оказывают помощь Украине, он был настолько очевиден, что впервые, а я обращаю ваше внимание на выступление Риши Сунака, премьер-министра Великобритании, который открыто сказал, что Великобритания будет поставлять ракеты радиусом действия 200 и более километров. Это как раз то, в чем Украина давненько нуждается. Хотя бы потому, что невозможно перейти в контрнаступление без атак тех территорий, тех мест, где находится снаряжение, запасы российских войск. Это и вооружение, и скопление живой силы. Прежде всего Крым, к примеру. Что говорить об этом? Потому что без атак Крыма невозможно говорить о победе над оккупантами. Поэтому сегодня я обращаю ваше внимание и на выступление Шольца, премьер-министра Германии, который также обещал обеспечить теми видами вооружения, в которых Украина нуждается. Это прежде всего оружие наступательного характера. Вот это очень важно. И я считаю, что этот вояж был очень важный и, я думаю, даже решающий перед контрнаступлением. И не случайно сегодня президент Зеленский говорит о том, что еще рановато говорить о контрнаступлении. Придет время, и мы это сделаем. И все дело, конечно, заключалось в том, чтобы Украина имела те виды вооружения, в которых она нуждается именно сегодня. И вот те атаки, которые произошли сегодня в ночь, значит, на 16 мая на Киев, 18 ракет, включая кинжалы, там, калибры и так далее, они были успешно, я подчеркиваю, успешно силами обороны Украины отбиты. И те осколки, которые падали на города, на дома, жилищный фонд Киева, к примеру, и вызвавшие пожары, и даже увечья среди мирового населения, они говорят о том, что это самое легкое, чем обошлась сегодня вот эта атака, я имею в виду, в пользу Украины, украинского населения. Благодаря вот этим системам противовоздушной обороны, которые сегодня имеют. Но ее недостаточно, абсолютно нет. Абсолютно. Господин, давайте подробнее об этом поговорим вот чуть-чуть позже, обсудим, как раз. Сейчас вот как раз о дальнобойных ракетах хотелось бы, вы подтверждаете абсолютно слова главнокомандующего Валерия Залужного, он сказал, что украинские военные знают, что необходимо для деоккупации Крыма. Однако это потребует большого объема работы, и чтобы оплатить план освобождения, наиболее эффективно сейчас Украине как раз необходимы прежде всего именно дальнобойные ракеты, как вы и говорили. И вот уже в Украине появились те самые штормшедоу от Соединенного Королевства. И, конечно, первый вопрос сразу напрашивается. Это прям ставит огромный вопросительный знак просто на всем Крымском мосту, как считаете? Абсолютно. Дни Крымского моста сочтены. Единственное, что нужно ВСУ иметь в нужном количестве ракеты. Очень важно. У нас уже, я думаю, ВСУ уже имеет качественные виды вооружений, но нужно их количественные. Вот это очень важно. Потому что, вы знаете, я вам напомню, вот уже последний месяц на Западе, в том числе в Америке, ведутся разговоры о том, что война затягивается. Давайте один раз уж Украине поможем тем необходимым видам вооружений, в которых она нуждается. То есть позволим ей совершить всего одну единственную атаку. Если она сможет, значит, атаковать Крым, освободить свои оккупированные территории до границ 1991 года, честь и хвала ВСУ. А если же нет, то давайте уже переходить к другим способам окончания войны, то есть к мирным переговорам. Вот это очень плохо. Почему? Да потому что, я не знаю, эти же эксперты, которые вот стоят на такой точке зрения, должны знать, что вот за это время, вот за время войны, даже до начала войны, Крым был изресечен вот этими траншеями, окопами, бетонными заграждениями, преодоление которых требует не одной, а то и не двух атак. Это понадобится две, три, а то и несколько видов атак. Причем, как с воздуха, так и наземным видом вооружений, то есть абрамсы, леопарды, это танки, это противоредутные бронемашины, это наземные, и, конечно, сверху. Обязательно F-16. Без них сегодня просто невозможно обойтись. По всему это и для войны, значит, противодействия СУ, СУ-34-35 российским, с одной стороны, а с другой стороны, для атак, для атак наземных видов сооружений российских, где бы они ни были, будь то в Донбассе, в Луганске и в Крыму, это неизбежно. И пока, вот, спасибо тому, что вот и Залужный говорит об этом, и Кулеба постоянно говорит, и, я уверен, президент Зеленский, вот, будучи в Европе, подчеркивал, несмотря на то, что F-16 в основном-то американские, но члены НАТО все имеют F-16, можно было бы им отпускать, это было бы легче и быстрее. Тем более, есть хорошая новость о том, что Украина вот за последний месяц-полтора сумела создать инфраструктуру для F-16 на аэродромах. То есть, до сих пор были ссылки, значит, это как мы дадим F-16, там не то, что там нужны спецобслуживания, нужно быть организованы на месте, но и даже аэродромы, инфраструктура должна быть соответствующей, чего нет в Украине. И вот, к счастью, вот уже последние дни руководство Украины говорит о том, что нет, мы готовы, мы готовы принимать F-16. Я уверен, что вот все это вместе взятое, и вот успешнейший тур Зеленского в Европу говорит о том, что Украина вот-вот-вот готова уже перейти к контрнаступлению. И оружие военное в том, что Украине нуждается, потоком уже идет в Украину. Тем более, вы обратите внимание, сегодня Путин не просто ограничивается атаками с воздуха, он же применяет еще управляемые бомбы. От 20 до 100 бомб ежедневно он бросает на территорию Украины. А они невозможно, их избежать или нейтрализовать невозможно без тех же самолетов F-16. То есть, надо бить по тем самолетам, которые их сбрасывают. Тем более, вот вчерашние налеты на Украину, они были и с моря, вот это очень важно отметить, с воздуха и с наземных станций. Таким образом, Украина должна быть готова бить по тем местам, откуда ведется стрельба. Следует есть и с моря антикорабельные ракеты должны быть. Надо бить по тому же Севастополю, где, собственно, и базируется российский Черноморский флот. Без этого невозможно. Украина умеет это делать. Есть только, опять-таки, вот это вот опасение, ой, как бы не эскалировать, как бы не столкнуть и так далее. Все это надо отбросить в сторону. Я думаю, к этому приходит Запад, к сожалению, с большим опозданием, с жертвами, огромными жертвами украинского народа. Но, тем не менее, худо-бедно подходит. И я думаю, что, наконец-то, мы в ближайшие дни будем свидетелями использования ВСУ тех видов вооружений, в которых Украина нуждалась. Это пройдет очень скоро. Я в этом не сомневаюсь. Очень на это надеемся. Вот давайте еще поговорим о дальнобойных ракетах и о том вооружении, которое пока Украина еще не получила. Вот, несмотря на передачу этих самых Storm Shadow Соединенного Королевства, в Пентагоне заявили, что пока что это на позицию США по дальнобойному оружию для Украины не повлияло. Однако, мы проходили такое уже с танками, с Хаймарсами, потом даже с Патриотом. Может быть, все впереди все-таки. И с дальнобойными ракетами, например, от Акамс и от США такая же история. Давно уже речь идет о том, чтобы скорее Атакамсы и другие виды ракет для Хаймарсов с радиусом 10-300 и более километров поставлялись. До сих пор это сдерживалось. Но я думаю, что они уже будут поступать. Тем более, что я вот часто слушаю с большим воодушевлением генерала Ходжаса, умницу большого, генерала Кларка, которые прекрасно понимают, что происходит, и часто недовольны действиями администрации Байдена по оказанию помощи Украине. Вот они постоянно говорят о том, что будут поступать дальнобойные ракеты очень скоро и без объявления. И вот впервые Рашиш Сунок, премьер-министр Великобритании, открыто сказал, что Великобритания будет поставлять ракеты радиусом 10-200 и более километров. Это начало. Это начало, которое будет идти до тех пор, пока Украина не победит. Я в этом не сомневаюсь. Я вам больше скажу. Вы знаете, вы обратите внимание, проигрывая сухопытными войсками, Россия пытается атаковать Украину даже со своей территории. Тот же Брянск, допустим. Тот же Смоленск, к примеру. Или Ростов. Так поэтому нам, Украине, не обойтись без ракет дальнего радиуса действия. Невозможно. Пока не будет Украина атаковать по тем местам, откуда идет стрельба, победить врага невозможно. Поэтому не надо ссылаться на то, что, ой, как бы мы опять, Надя, и спровоцировали этого, не эскалировали этого бандита, не привели к тому, что он применит ядер оружия. Надо уже отбросить это в сторону. У него нет такой возможности. Хотя бы потому, что я не сомневаюсь, что и Китай дал ему запрет даже говорить на эту тему. Обратите внимание, в последнее время поубавились эти разговоры. Я уже не говорю о том, что применение некомминиционного оружия, будь то бактериологическое или, например, допустим, да, и химическое оружие, оно не будет применено. Это обойдется боком Путину со всех сторон. Он исчезнет в тот же день. Будет атака личная против него самого же. Поэтому надо бить смело по тем местам, откуда идет стрельба. Око за око. Другого не должно быть. Поэтому я понимаю состояние президента Зеленского, выдающихся генерала Залужного, которые так переживают, хотят, ну, прям ускорить это все. Но вот Запад, вот удивительно просто, с большим опозданием, по чайной ложечке, я продолжаю говорить об этом во всех эфирах, продолжает оказывать помощь Украине. Но помощь нарастает. К счастью, вот и, к счастью, и Макрон, даже вот в Париже высказался, будем помогать. Будем помогать в том, в чем нуждается Украина. Шольк сказал, Рашисунак сказал. Так что вот эти три крупнейшие страны европейские, которые окажут помощь Украине, они будут продолжать оказывать помощь. И вот мы с вами будем свидетелями 19 мая, когда будет G7 в Хиросиме. Первый вопрос. Как и чем помогать Украине, чтобы ускорить ее победу? Вот это будет самое, мы будем с вами, это будет решающий саммит G7. Очень важно. Я уверен, там, я был бы рад, если бы туда Зеленский тоже приехал. Я думаю, может быть, он и приедет. Это было бы здорово. Это было бы потрясающе. Я не исключаю, что такой сюрприз будет. Вот, теперь уже Зеленский уже ездит сам. Он уже не ограничивается дистанционным участием. А вот именно физическое участие его. Это было бы здорово. Эффект совсем другой. Вы знаете, я думаю, что Зеленский может быть и там принять участие. Мы уже можем смело говорить, что там не G7, там уже G8 уже с участием Украины. Так что это надо признать. Дай Бог, и мы будем свидетелями. И я, если вы позволите, перейду к другому не менее важному вопросу. Это появление представителя Китая. Уже вот встреча с Зеленским, потом его поездка по европейским столицам, а потом в Россию. Ли Хуэй, который был послом в Казахстане, в России. Он, кстати, хорошо говорит на русском. Очень важно. Так что его поездка говорит о том, что Китай начинает все больше вовлекаться в процесс миротворческий. Насколько Китаю это удастся, я не знаю. Но, но я не сомневаюсь, что Китай будет требовать от Зеленского уступок. Но я в другом не сомневаюсь, что Зеленский никогда не пойдет на уступки даже одной пяди земли украинской с тем, чтобы говорить о каком-то мире. Я не сомневаюсь в том, что первое требование Зеленского было, есть и будет. Вывод этих варваров за границы 1991 года, а потом все остальные разговоры. Но, а потом мы знаем, какие должны быть разговоры. Это трибунал этим негодяям, всем от А до Я, все, кто вовлечен в это, у нас список. И, конечно же, репарации. Репарации, репарации, репарации. До полного восставления Украины и возмещения потерь живой силы Украины. Это так, как Германия платит по сей день, с 45-го года. Вот так будет платить Россия. Я говорил и говорю, буду говорить. И Газпром будет работать на Украину. И вся нефтянка будет работать на Украину. И каждый из граждан Украины, кто потерял сестру, брата, жену, получил инвалидность, получит сполна. Хотя бы в материальном отношении. Хотя людей больше не вернешь. Это трагедия 21 века. Поэтому я думаю, что будет очень долгий процесс уговаривания Зеленского пойти на какие-то компромиссы. А компромиссы только одни, как я говорил. Вот в этом будет, возможно, найдет коса на камень. Мы посмотрим, чем это обернется. Почему? Да потому что Китай, удачи заинтересованным войти в историю как лидер-миротворец, а у него уже есть очки на этом поприще, хотя бы потому, что Китай смог проложить дорожку миротворческую между двумя крупнейшими исламскими странами, воюющими всю жизнь, противоборствующими. Это представители шиитского мира Иран и суннитского мира Саудовская Аравия. Это заслуга Китая. Это минус Америки, кстати. Так вот, Китай сегодня пытается вести свою лепту и вот именно здесь. На более трудном, более сложном. Сказать, что Китай на стороне России, у нас нет оснований. Сказать, что Китай на стороне Украины, тоже нет оснований. Почему? Потому что Китай защищает свои личные интересы. Его интерес в главном – не иметь демократию на севере своих границ. То есть там должен быть диктаторский режим, причем зависящий от Китая. Так оно, наверное, и планирует быть. С другой стороны, Китай очень сильно экономически зависит от Запада, от Америки и от Европы. Поэтому Китай не заинтересован терять отношения с Западом. Это два. Вот эти вот две вещи, которые будут обязательно присутствовать, во всяком случае, в голове у китайского дипломата, который будет вести переговоры. И в этом отношении настойчивость, непробиваемость народа украинского, который никогда не отдаст ни одной пяти земли, как я уже говорил. Вот в этом отношении и посмотрим, во что это выльется. И тем не менее, вы помните, была мудрая такая поговорка, высказанная первый раз еще Рейганом, а потом Трампом подобранная. Она называется «В любом бизнесе вы никогда не будете иметь то, что вы заслуживаете. Вы будете иметь только ровно то, на чем вы договоритесь». Поэтому тот самый момент, когда, я уверен, Зеленский и его команда проявят свой талант дипломатический, который уже завоевал огромное уважение, я вам прямо скажу. Молодцы ребята, просто как на подбор. Вы знаете, вот эта вот гордость не только украинского народа, но и нас, друзей Украины. Я уверен, вот сейчас самый решающий шаг переговоров, мы еще раз убедимся в таланте президента Зеленского и его команды. Я не сомневаюсь в этом. Очень на это рассчитываем, друзья. Вы, кстати, можете написать в комментариях, как считаете, к чему будет склонять Китай, в том числе и Украину, и Россию, на вот этих вот переговорах, в которых он хочет принимать участие и быть там непосредственно посредником. Будет интересно почитать ваше мнение.